доброе утро дорогие братья и сестры продолжаем с вами наши прекрасные изучения 1 коринфянам 14 глава с 16 стиха насколько я помню ибо если ты будешь благословлять духом то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении ибо он не понимает что ты говоришь ты хорошо благодаришь но другой не назидается благодарю бога моего я более всех вас говорю языками но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим чтобы и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке ну в общем то тема продолжается на павел снова и снова напоминает о важности нисколько ведь по большому счету павел говорит не сколько языках хотел о языках говорит сколько о о том чтобы люди заботились в церкви не только о себе но заботились о других чтобы применяли дары божьи в правильном русле правильной конве правильным образом и здесь у нас очередные аргументы очередные напоминания ибо если ты будешь благословлять духом то стоящие на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении ибо он не понимает что ты говоришь ну вот еще один пример того что важно заботиться о других в церкви не только себе то есть проблема в чем раньше люди видимо раньше люди видимо говорили ну частенько говорили на всякое уж на молитву тем более на всякое слово который там пастор сказал служитель ну или там раввин вот они говорили аминь то есть это есть свидетельство ну как исследователи библии говорят об этом что в ранней церкви люди почаще говорили аминь в некоторых церквях сейчас это принято тоже вот в некоторых церквях я слышал это я не видел сам но я слышал что-то люди вообще там чуть ли не на каждое слово там и и во время пробовать там аминь пастор там давай пастора общем поддерживать таким образом ни в коем случае не умоляю это это эту традицию просто сейчас в некоторых церковь во многих церквях так не делают то есть вот это привычка традиция или уговор какой-то я не знаю не слишком распространен сейчас но видимо раньше это было больше по крайней мере в коринфянах то есть упала за упоминает и говорит да и кстати некоторые говорят что и собственно в ветхозаветные времена и существовал такая традиция то есть там вот особенное отношение к слову аминь было аминь я надеюсь все понимают что такое аминь это да будет так перевод буквальный перевод да будет так let it be напоминает мне битловскую песню ну ладно там о другом а вот у раввинов тоже существовал вот этих вот ветхозаветных всяких евреев тоже существовал такая традиция и привычка говорить аминь то есть они особенно относились к этому слову утверждаешь там чуть ли не врать человек попадет если он будет ревностно это слово говорить постоянно вот поэтому видимо это перешло и в первую церковь докатилась вот до наших дней в некоторых церквях нормально но павел говорит ну в таком случае если вы говорите аминь да если человек не понимает как он скажет аминь почему нужно говорить аминь осознанно ну так уж по логике павла я не призываю всех начать эту традицию здесь но по логике павла аминь это да будет так аминь когда ты в духе соглашаешься с человеком так мы например на наших молитвных собраниях во многих церквях один человек молится другой с ним соглашается внутренне или внешне в голос то есть он говорит аминь да будет так во имя иисуса христа аминь то есть но выражая свое согласие вот есть разные там формулы есть так далее но человек выражается выражает в духе согласия и таким образом один человек молится но все соглашаются и таким образом все молятся в общем-то за то что все возносят господу тоже за что молится один то есть вот таким образом потому что все согласились в духе с этим человеком то есть вот когда двое когда двое или трое там помните иисус посреди них то есть это не значит что они должны одни одинаковыми словами одновременно в унисон молиться вот здесь идет вот об этом согласии а вот как же тогда соглашаться если мы не понимаем что и говорит человек как вот господа прославить как с ним в духе то соединиться с этим человеком если он если я не понимаю что он говорит чего он там имеет ввиду да может ничего не имеет ввиду может быть ну понятное дело что у некоторых есть опасения что когда человека объемлет язык вот этот удар то он там может наговорить чего-нибудь не того плохого потому что но он сам не понимает может там проскользнет чуть-чуть гадость какая-нибудь но здесь если человек действительно в духе святой никогда не 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 заставит человека говорить что-то плохое и уж тем более богохульное вот это опасение такого рода опасения естественно напрасная но только если человек сам там не имитирует этот дар не имитирует язык тогда как говорится на никто не отвечает не не даже бог не может отвечать за то что он там наболтал вот если происходит имитация если же действительно дар настоящий проявляется то все должны быть спокойны потому что господь говорит духом дух святой никогда не не но не произнесет анафемы на иисуса то есть здесь первое послание она нам дает ну и прочие места нам дают уверенность такую вот то есть напрасное опасение что он там что-то наговорит но человек просто не понимает эти человек просто не не может быть единым в духе и здесь опять мы касаемся темы не только заботы о ближнем но мы здесь касаемся тем еще и единство как вот быть единым с человеком если ты его не понимаешь если даже ты его но понятно что у нас у всех свои заморочки есть и все люди разные не не всегда есть стыковка во всех вопросах с каждым человеком но в основных то вопросах понятное дело люди должны быть едины доктринальных и вопросов прославления там и так далее а если человек вот непонятно что говорит как как иметь вот это единство в духе мете павел тем не менее хвалит человека такого но как бы он не не ругает его но не то что хвалит он не ругает он говорит 17 стих ты хорошо благодаришь но другой не назидается то есть проблема это не в том что ты благодаришь бога каким-то особенным образом проблема в том что другой не назидается павел говорит благодарю бога моего я более всех вас говорю языками то есть павел не умоляет это давний в коем случае он говорит да я сам там много много использую этот дар или бог через него использует но опять видите павел то что у него есть он применяет в нужном в нужной конве то есть там где-то уместно там где-то будет польза от этого там где-то будет польза для церкви тела христова вот и опять 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 возвращаемся к идее что павел не о себе заботится и не о том чтобы показать какой весь духовный какой изумительные прекрасные и так далее павел заботится о том чтобы в церкви все было хорошо вот и вот я немножечко да в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим чтобы и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке ну здесь павел однозначно уже расставляет приоритеты как мы уже собственно в начале даже главы об этом и говорили то есть лучше чтобы было понятно лучше чтобы другие поняли пусть даже и маленькая мысль какая-то благодарение какой-то хвала богу пусть и короткая но зато она будет понятно всем то есть все будут назидаться все услышат все согласятся вот и дальше павел говорит переходит к следующей теме мы ее не будем сегодня рассматривать но немножечко мы ее зацепим он будет братья не будьте дети умом на злой будьте младенцы а по уму будьте совершеннолетние павел призывает людей рассуждать здраво рассуждать по-взрослому потому что это дети это у них вот как бы сказать недержание всего того что у них есть во всех смыслах то есть дети и говорят что они думают и потом в общем что у них в голове то они и начинают говорить отсюда рождаются такие вот но ситуации странные когда там мама когда девочка какая-нибудь или мальчик на весь автобус до мама почему у тети прыщ на носу вот но вот ну дети просто не понимают не думают вот они вот чем-то у них есть в голове что они выплескивают все свои страхи хотелки какие-то соображения свои новая игрушка появилась человек сразу раз звонит об этом месяце расскажет всем ну потому что малыш он не понимает там там пришел человек там родители усталые с работы или там момент неправильный детям все равно вообще они вот вот что у них есть на сердце они тебе придут будут рассказывать неважно устал ты не устал не потому что они эгоисты какие-то ну просто у них вот нет еще таких механизмов понимания но павел говорит но это дети вы-то не будете такими вот не надо если у вас есть дар не надо его на всех углах показывать и трезвонить об этом мы применять в дело и не в дело то есть вы будете взрослее будьте зрелыми людьми как какими вы и являетесь но в духовном мире собственно тоже самое должна быть зрелость на вот зрелость это не когда человек о себе думать как бы ему вот все рассказать то что у него есть поделиться всем вот и это тоже но это должно быть опять в конве заботы о другом в конве проявления любви вот немножечко мы затронули за залезли на завтрашнюю твой на понедельничную тему но тем не менее за выходные все забудем и в понедельник еще раз напомню отец наш невестный благослови пожалуйста это на нашу жизнь научи нас господь быть зрелыми людьми в духовном плане тоже и заботиться о других так как ты заботишься нас во имя иисуса христа да благословит вас господь здоровы и Продолжение следует...